Отсутствие освещения на улицах города волнует многих ульяновцев. Несколько недель назад представители администрации обещали решить эту проблему. В Киндяковку мы приехали в сумерки. Именно от жителей данного района в соцсетях поступало больше всего жалоб на темные улицы. Люди жалуются на неработающие фонари Новорейкиса, Державина, Индинской и Клубной. Новорейкиса, к примеру, администрация обещала включить фонари до конца ноября. Но, как мы сами убедились, пока никаких работ не проводилось. Ну вот я сама проживаю на проспекте Гая, и там иногда страшновато ходить. Есть собаки злые, и в случае чего все-таки хотела бы, чтобы освещение было лучше. Переходы, освещение отличное. И там вот на Дружбе, и здесь на Индинской тоже хорошо освещение. Ну, где еще темные углы остались. А мы не местные, но мы недовольны. Так, а где такое видели? Ну, так, навскидку, раз мы не местные. Да даже здесь вот в округе мало освещения. А на каких улицах? Я вот-вот живу вот. Летом все деревьями занято. Дорога освещается, а тротуара нет. Вот могу сказать только это. То есть на Державина здесь? Ну, вот Державина клубная, да. Ну, это люди же с работы идут. Ну, да. Это все-таки страшно очень. Так что это улица. На каких улицах такое замечание? Ну, вот тут у нас, например. На Державина. На Державина. Вот я здесь живу просто. Что? Ну, страшно просто здесь. Крайние районы, вот особенно вот железнодорожный район. Вот знаете, вот эти переулки, вот как Державина улица. Потому что, когда вечером люди идут с работы, вот эти маленькие улицы, переулки, везде освещено очень плохо. На Варенькисе нету света, как будто солнышко наверх поднимаешься. Нету, ну, на Чарске периодически. Тоже как от современника в сторону автобериста. Да не очень. А на каких улицах не хватает света? Ну, на всех я не могу сказать, конечно. Про свой район, чуть дальше. Ну, как бы здесь есть, конечно, освещение, но, может, все-таки, я считаю, что тут недостаточно. Вообще плохое. То есть вас не устраивает? В частном секторе, вот здесь, вот у меня дочка живет, тоже плохое. На самом деле, на улице Локомотивной, здесь идет поворот, очень плохое освещение. Уже с детства я здесь жил с самого рождения. И по аллее там никогда не было нормального освещения. Всегда страшно идти. Как отметили в администрации, ремонт уличного освещения в железнодорожном районе в стадии завершения. Однако остается еще много темных аллей и тротуаров. А порой фонари выключаются в вечернее время, когда люди идут с работы.